Снайпер Да, действительно, герои очень сильные, но я вот прям, знаешь, я прям чувствую, что это 1-1, вот всем прям нутром чувствую, что это 1-1, потому что очень хорошие герои у Cloud9, прям очень сильные линии. Да, конечно, Liquid где-то могут камбэкнуть, эта команда очень опытная, но вот именно концептуально герои у Liquid просто суммарно хуже. Это правда. Я думаю, что самая большая проблема — это Разор, который может не вывести в битве против Рэншкоров, причем у нас что Лина, что Снайпер — это герои с очень большой дальностью атаки, и такой герой, как Разор, он все-таки, ну, хочет держаться на дистанции по отношению к таким персонажам, а как их убивать тогда, цеплять их кем? Возможно, получится стапить драку через Нагу, через то, что может сделать здесь еще и Тускар, но будет ли это работать, мы узнаем только в дальнейшем. Хочется посмотреть на плотную встречу, хочется посмотреть на три карты, чтобы была развязка в битве за топ-3, друзья, которые у нас победитель тебе гарантирует, поэтому... Да, вот это вот самая проблемная линия у ребят из С9, Разор, который должен будет выигрывать Кунку на своем лайне, но я верю в ДМ, я верю, что он найдет как-то постоять по фармить. К Томи тоже вот очень интересный игрок. Мне вот на этом турнире конкретно нравятся две четверки — это Ксенкиу и Ктаоми, потому что у них такой очень своеобразный пул четверок, да? Там Ксенку нам и Снайпера показывала, и четверку Тимбера, Ктаоми на Пудже может сыграть, на Виверне играть любит, и вот за ними вот одно удовольствие надзадать, интересно уже, как себя Виверна тут раскроет. В остальном две линии других должны, конечно, С9 выиграть. Смотри, Лина уже на фунт-крифарме, 10 крипов у Ватсона. На этом персонаже еще два года назад на старте ДПС сезона Ватсон хорошо себя очень чувствовал наравне с Антоном Дурачео, он очень много играл на линии, хорошие результаты. Показывал, вот персонаж снова в мету вернулся. Ему и здесь очень понравились все эти стеклянные пушки, то, что много игр у него на линии, на VR-ке, на темпларке даже показывал, и здесь тоже такой же формат ровно герой, поэтому я думаю, что Ватсону исполнять будет комфортно. И у Михи небольшие проблемы с хитпоинтами были, он выходит, получил в ответ просадить ДМа, но ДМ играет на героя, которого выхилить будет гораздо проще. А вот внизу... Смотри на центре, видишь уже, какое безобразие происходит. Пять крипов у Пака, вот Близ так и говорит, мне все равно, ниша лучший игрок в мире. Ну вот, что он может сделать, когда такой матчап приходится играть? Как можно снайпера не забанить? Мне кажется, что самая большая трудность, это то, что Паку вообще мало против кого получается именно линию выиграть. То, что мало кого перекэшивает, мало кого выгоняет, даже, мне кажется, никого, если так подумать. Но здесь действительно денег просто по нулям. Есть такой скиллбейс матчап какой-то, например, в Шторм Спирита, там можно хорошо постоять по игре, потом напрягать. Так-то да, Пак это не про то, чтобы прямо уничтожить конента на линии, но если ты на равных на Паке постоял, это просто многофункциональный герой, который все умеет. Он и гангать умеет, и в лейте сильный, в мидгейме опасный, тимфайт усиливает твой, сплитпушить умеет. То есть это прямо такое решение, которое почти всегда Пак хорошо, за редким исключением, когда он стоит в какой-то невероятно тяжелой контрпик. И вот как раз матчап против Снайпера — это та ситуация, когда Пак может выйти боком в команде. Я смотрю на Крепстат, и меня удивляет то, что линия из двух миличников все-таки здесь забирает свои деньги. И довольно хороший Крепстат у 33-го. Обожаю смотреть, как он на Думе фармит. Как в той пасте. Той самый. Но здесь пофармить ему придется от души, потому что сладкой жизни на миде и не будет, это правда. А вот что делать с Разору, и как вообще билдиться, возможно, придется вновь прибегнуть к фаст БКБ, который у нас в последнее время на Разоре часто появляется. И здесь тоже может статься, что придется просто принимать участие во всех драках и не ждать какого-то лейта, каких-то сатаников с Инжиньяш и же с ними. Поглядим, поглядим, тоже есть кому ауры купить. СДМ может быстро взять нужные вещи, может купить орки вообще, например, на кунке и пака ловить. Может купить, похоже, пайп, лейтмейл. Ой, бокси. Проблемы, это должен быть фиртблат за... Слишком лестит, но не добьет, слишком мало урона, чудом выживает. И шарды, шарды, прям вообще потрясающие. И тут все-таки делают ПБ у нас от Cloud9. Посмотрим, выживет ли Катаоми, Катаоми не выживает. Последним бластом дотянулся Катаоми перед смертью и давил тем самым кэрри команды Liquid. Ему норм. То есть, наверное, это самая страшная такая вот линия, которая есть у Cloud9. Если ее они стоят хорошо, в мидгейме они, вот я тебе гарантирую, они сильнее в мидгейме. То есть, просто найти свои драки, просто найти какие-то свои моменты, реализовать их, попытаться выйти в хорошие какие-то тайминги. И там уже, знаешь, уже Liquid будут пытаться камбэкать именно в лейте. Мы знаем, что эта команда умеет, это все-таки и Doom, и Пак. Очень опасные персонажи на поздней стадии игры, но и у Cloud9 не хуже героя. У них и БКБ контроль есть, крутой тимпайт в виде кунки. Верю, что парни смогут как-то нам показать хорошее. А мне вот кажется, что в мидгейме как раз Liquid будут готовы драться и будут навязывать свои драки. Сейчас пока это обсудим. После того, как посмотрим, что у нас получится с ДМом. ДМа было плохо, ДМа добили, Микки высоснул из него очень много урона. И Катаоми получилось отсюда улизнуть, но дэмэджа тоже какого-то нанесли. Противнику, но не слишком. Так вот, мне кажется, что Liquid наоборот будут готовы подраться, когда у Doom появится слот другой, БКБ когда появится у Микки. И все это дело под Dreamcoil, под Сон Наги. Я думаю, что хватает кнопок на то, чтобы именно драку дать. А вот снайпер наоборот хочется немного покормить, хочется ему купить себе и пику, хочется купить и что-то на дэмэдж, какой-нибудь глипнир, например, как мы увидели в предыдущей игре. И это требует вложений средств. Но линия должна выигрываться, хотя я смотрю на Нетверсы, и разница между паком и снайпером большая, но тем не менее снайпером пока далековато топ-1. Так, а успел тут Ниша вообще рун-то забрать? Невидимость Нун забрал внизу. А, да, тоже шестая, уже повраб. Вижу, все, все. А ну Ниша забудил, если честно, Теня, мы видим, привез ему бутылочку. Хороший Коги, подходит Ватсон, попадает станом, выбивает рейндроп, но бить Дума, конечно, в такой ситуации очень-очень трудно. Вот у него, у И-брейсеров там много всяких хитпоинтов, много. Ватсон устраивает, что ему просто дают бить крипов, ему приятно. Как раз ворот какой-то здесь пошел, Иксмарка Торрент. Снайпер приходит, Нунчик гангает, пользуется преимуществом слайнинга, это должен быть минус Микки. Микки погибает, даже, да, на это дело не дошло. Обрати внимание, кстати, Владимир Миненко играет у нас не через Шрафнель. Видимо, демки Иксмарка смотрел. Он любит этот аспект. Так, а Бокси тут хочет что-то выдумать. Руну, руну украсть. Руну воровать, он сможет, у него должен быть стан, и да, это две виздом руны, отличная работа от Бокси. Придется погибнуть, скорее всего. Но того стоило дело. Да, конечно, виздом руна, это круто. Здесь и шестой левел на нем, и на Наги. Если же нейтралом отдаться, так вообще прям будет балдеж. Это уже будет сложно. Дэм все расконтролил, забрал через флэш его, на этом все закончилось. Ватсон продолжает бить крипов, у него на повестке не о появлении Глипнира, разумеется, та шмотка, которая... Вообще, Лина у нас один из тех героев, который очень сильно хайпил перед стартом The International, но практически совсем пропал, когда уже групповая стадия закончилась. На Десайдерс матчах в плей-оффе мы уже не видели этого героя. Так, а вот 33-го могут подцепить. Он ударяется в Хоги, пытается выйти, выбегает. Хороший... Вокси. Водис, и уже разворотчик пошла на Ватсон, понимает, что надо до конца размениваться. Погибает, и Кишман тоже может умереть здесь. Вокси прекрасно знает, как на таком герое разыграть подобную ситуацию. Инсения также сюда потянулся, дает и сетку, и гранату, чтобы, возможно, кого-то из саппортов зацепить. Но не вышло это сделать, что заканчивается все одним фрагом, но очень ценным для команды Ликвид. Они убили Лину и спасли вообще демо. Я думаю, что это еще важнее. Нунчик бежит на хосте. Посмотрим, что он тут сможет найти. Пишман очень далеко зашел. Коги, Коги! Нет? Не успел ничего сделать, но зато Нун на хосте очень хочет подраться еще. И Бокси придется снова пожертвовать собой, чтобы команда остальная могла отойти. Куру подрезан. Много времени этим выигрывает. Не достается непосредственно фрага, но у Ану там золото делится. Максимум выжимают из ситуации. Здесь ребята из Ликвид молодцы. Ватсон даже телепортировался на центр, чтобы что-то придумать помочь. Проказ полетел в Розора, чтобы немножко пощекотать ему нервы. Розору дали подышать. Мы видим то, что врывается он на топовые строчки по Нетворцу. Дальше у него, я думаю, будет хороший уже геймплан на фарм леса, потому что никто не торопится пушить линии, пока хотят у нас линии сами покачать Клоуда. И ждем появления какого-то активного, я думаю, выхода с саппорта Микунка. Эти три героя вместе могут убить практически любого на этой карте. И Инсения с Нишей тоже захотели. Смог рефилит. Это стопроцентная смерть для капитана команды Клоуд Найдер. Вот если получится разменяться, будет прям классно. Корабль полетел, но без креста. Без креста, да. И он бафает Бишмана, но выжить не получится. Странно, немножечко ДМ разыграл ситуацию. К Таоми уже проблемы. Начинают по всей карте Ликвид искать моменты и находят их. Они разбираются с двумя саппортами. Могли бы попробовать задавить с ДМом, но не очень хочется это делать под бафом корабля. И что ж, сантиметр за сантиметром, но отыгрывают какие-то деньги на этой карте. И не сказать теперь, что какие-то идеальные линии у нас постояли Клоуд Найн. То есть они со своим пиком могли выигрывать много денег просто за счет Ленинг Стадии. А сейчас видим десятую минуту в нулях преимущества. Но они очень много моментов отдали. Вот тоже в боте, когда Лина убили. В топе тоже, когда ДМ погиб один. По итогу Ликвид просто побольше фрагов получилось набрать. И за счет этого они выходят вперед по... Ну, наверное, суммарно по Нетворсу. Да, вот мы видим там слева больше героев именно команды Ликвид впереди. Падает вышка. Ниша задинает не смог этот тавер. Вот, и все-таки тут по-прежнему, мне кажется, что Нунчик сможет сделать разницу в этой игре. Все у него очень хорошо. Главное, не зажиматься в команде Клоуд Найн, бегать, да, искать какие-то моменты. Пока Дум еще не в кондиции, пока Разор еще каких-то шмоток не нафармил, пока у Снайпера Нетворса больше. У Мики достаточно уязвимая цель. Если как-то Кунка сможет его подцепить. Пока нет Блэкинбара и Сатаника, уж точно уязвимая цель. Но фармить у него получается достойно. И продолжает он оставаться впереди по Нетворсу. И меня больше удивляет пак, у которого денег не сильно-то и меньше, чем у остальных хоров, с учетом того, что линия у него была безумно сложная. Получилось где-то там найти себе моменты, где можно на сопернике заработать, где можно линию покачать, где-то листочек побить. И вот 4700 у него есть. Далеко не так плохо, как могло бы быть. Нормально, нормально. Но его мы в деле по-настоящему еще тоже не видели. Видишь, подкосила вот эта ситуация с Виздом рунами тоже, потому что 12-ая минута скоро на дворе. У нас тут двух саппортов команды Cloud9 нет шестого уровня. И что Клаку нужен хукшот, что Виверни нужна курса для того, чтобы контр-инициировать как-то грамотно. В то время как у ребят из... Нет, у них там тоже что-то есть. Они еще и погибали после этого, поэтому тоже еще дальше оттолкнуло это их под появление шестого левела. И покачаться надо где-то. Тут не поспешь. Покачаются. Блэдмейл появился у Кунки. Хороший момент, чтобы еще один корабль попробовать куда-то кинуть, потому что сопротивляться такому раннему Блэдмейлу не хочется. Обычный выбор на Кунку нынче. Чаще всего дальше после этого сразу аганим тарят. Будут здесь также поступать. Куда мы увидим. Тут пока у нас Дум решили скистовать, не жадничать прямо на бокс. А, дорогой, дорогой килл действительно получился. Не постеснялся 33-й использовать ультимейт. А что, все равно лес фармит? Какая разница? Тоже верно. Медасик купил. Соперник нас не прессингует, хотя линии у Cloud9 должны были бы быть получше. Тут позволяет тебе 33-й выдать вот так ульту просто. И забалдеть в лесу во вражеском. Правда, тут на него могут где-то выйти, конечно. Видишь, рядом с ним все время крутится кто-то из саппортов в данный момент. Нага иллюзиями вот это вот противное, да, на скауте, линии. Без смаха тяжело куда-то выйти и найти какой-то враг. Но можно поиграть по другой части карты, где нет этой Наги. Например, бокс у нас тут наверху тоже стоит. Экспица дефает вышку. Т1 вышка на топе еще продолжает стоять. И пора бы уже заняться этим вопросом в команде Cloud9. Все-таки у тебя и Лина в драфте, все-таки у тебя и Снайпер есть. Вроде как вслышать не должно быть проблемой. Я, знаешь, как думаю, что вот Cloud9 попытались как-то подавить начало. Где-то линии не выиграли, где-то несколько микромоментов они отдали. Но они посовещались, решили, мол, ребята, нам торопиться некуда. Мы там на своих каких-то слотах при прочих равных сможем нормально делать. Не надо сейчас, знаешь, вот сломя голову куда-то бежать, не пойми куда, находить файты ненужные для себя, отдавать там преимущества лишние. Спокойно покачаться еще 3-4 минуты можно более чем спокойно. И найти свой импакт. Может даже и больше, потому что, когда дело касается Снайпера, чем дальше игра заходит, тем больше проблемой он становится. У него появляются эскейпы. Да, тут видишь, два таких еще рейнджа. Тут, по сути-то, главный герой какой? Это Разор, наверное, да, по сути, все-таки. Да, такой кэрри у команды Liquid. Он очень боится рейндж матчапов. Вот всегда его контрили рейндж матчапы. Это различные там террорблейды, которые с большим радиусом, там дрофты тоже. Да, герои, у которых радиус атаки больше, чем у него. Ну да, да. Тут еще таких два персонажа. Это будет Лина и Снайпер. Понятно, что есть пак. Он может поставить койл, зафиксировать героев. Но тебе тоже нужно будет с двумя персонажами как-то справляться. Это смол. Смол нажимается на микки, но просканили команду Cloud9. Очень обидно. Бокси, может быть, тут как-то хотя бы... Но это не тот фраг. Согласен, но лучше, чем ничего. Лучше, чем ничего. По крайней мере, не потратить на него ничего особенного. Но время протянуть он, как обычно, сумеет. У него есть сноубол, у него есть шарды. Немного дезориентировал соперника, но свою жизнь сильно продлить не получилось. И вот, наконец-то, мы... Да-да-да, нам показывают вард, на котором и был убит этот герой. Показался на этом варде боксе. И был найден, соответственно, ДМом и его крестом. Появляется еще одна руна мудрости. Забирает ее Ватсон. Но это позволило получить, наконец-то, фишмана у шестой левел. Потому что котаоми он появился, а у фишмана совсем уж не шло. И Ниша забрал себе Amplify Damage бутылку. Они знают то, что противник пытался стакнуться, пытался атаковать. Кнопки не потратил. Но, может быть, этот Amplify Damage станет поводом для атаки. Все-таки есть и Dreamcoil, есть и Doom. Попробовать можно, попробовать можно. Надо все-таки чуть-чуть смелее к лоудамы гать. Вот в топе пачка к вышке подошла. Только сейчас туда подходит снайпер. Забирает этот тавер. Команда C9 помаленьку, потихоньку ковыряет его. Должны с ним разобраться. К Глейпнеру потихонечку подходит Нунчик. И, опять-таки, пока нет БКБшек. У Liquid там же два Глейпнера. Это, на самом деле, не очень смешно. Потому что они по очереди могут кастоваться. Достаточно серьезная фиксация. Там еще и Крест, помимо этого, есть. Да, да, да. Противные достаточно вот такие ситуации могут возникнуть. Подтягивают кул. Но цепляться к нему Микки пока не хочет. Не знает. Не самая хорошая цель. И Блэдмейл у него есть. Есть и корабль есть. Он может жить очень долго. К нему может успеть стянуться вся команда. Потому что ты один вышел рядом. И с ним драться в первую очередь не хочется. Хочется цепануть все-таки снайпера. Пока у него нет кейф-артефактов. Пока он еще довольно тонкий. Его вполне реально убить. То же самое касается и Ватсона. Но Ватсон у нас фармит далеко от каких-то мест, где можно подраться. Поэтому его ожидать в драках в ближайшее время мы не будем. Но Глейпнера у него появился. Вроде как и повод нажать смачок и попробовать кого-то найти. Очень быстрый Глейпнер у Лины. Ну и не менее быстрый БКБ, по идее, должен появляться. Смотри, находит здесь героев. Не хочет особо драться. А кого они ищут? Вот в кого они хотят напасть? Пака? Слушай, вопрос хороший. Напасть тяжеловатый. У Наги есть ульта. Туск тоже сейвить будет из-под кунки. Вот Микки они видят. В центре можно попробовать. Сейчас они зафорсят сюда тпшки. А там как пойдет? Проказ полетел. Микки выживает. Пуля полетела. Хукшот от Фишмана. Фишмана говорит, парни, давайте драться здесь. Там все побежали назад, а Фишман в это время решил ворваться наоборот. Да, так и не получилось прямо у Клауд Найн. Они подпорсили тпшки. Я думаю, Ликвид тоже, знаешь, отдают тебе отчет в том, что они в лобовом каком-то столкновении. Наверное, послабее даже сейчас будут, несмотря на небольшое преимущество по Нетворцу. Хотят пофармить и убедиться в том, что в ближайший файт они выиграют. Паку точно нужны деньги. Чем больше у него денег, тем больше возможностей помастить в драке. Ватсон тут у нас оказался впереди. Его на Dreamcoil хотят поймать. Есть ли тпшки? Я вижу, тп нажимают. Как больно бьет. Ну, кажется, не успевают. Лина здесь может погибнуть. Дум повестили на Лину и Лина должна снизить. Разменяться хотя бы надо, конечно, конечно. Успели игроки Клауд Найн среагировать. Пуля полетела, боксик подтянулся. Ну, цепанось уже никого не получится. Уже никак. Ну, размен не очень хороший для Клаудов, конечно. Но я смотрю то, что Клауда с него заработали больше денег. Там 400 с лишним наступало за смерть Дума. Ну, это такое, знаешь, шило на мыло. То есть просто по сути, в какой концепции ты эту игру рассматриваешь у Клауд Найн, они в данный момент сильнее за счет двух глипниров. То есть они должны находить какие-то файты. Но они их не находят, а Ликвид в итоге находит свои размены. Прыгнул Дум, у него Медасы вжаты, ульта вжата, он сидит в таверне и отдыхает. Ему нормально, он свою как бы часть работы выполнил. Вот, и команда Ликвид качается, скейлится дальше в лейт. Тут у Розора сейчас БКБшка, сейчас у Пака там какой-то дайкер появится. И тут уже не факт, что Клаудаты посильнее будут. По крайней мере, пик силы будет у Ликвид, с которым они будут готовы подраться. И этот Блокенбар может стать даже поводом зайти на Рошана, если урона, конечно, хватит. Я думаю, что в совокупности должно хватить. И вот здесь нужно подумать о том, как Лудам пережить этот момент 9-секундного Блокенбара на миге. Самая опасная ситуация, пока еще не хватает урона с руки, что у Ватсона, что у снайпера. И драться с ним просто тычкуясь, будет не так просто. И вот вроде есть Фишман, который гуляет по карте. Пока рекорды по смертям в этой игре, конечно, он не бьет, но 0-3 счет у него есть. И они, по-моему, подозревали, что там кто-то фармит, но не стали лезть на рожон, не стали проверять лицо. И продолжает это Нага постоянно где-то искать фарм, продолжает качаться. Видим то, что у Наги пока не выделяется ничем на Этворс, но очень много информации вечно он добывает для своей команды, на этом герое. У нас тут было одно из интервью с Энсени, где он жаловался на то, что ему надоело, что мета дефолтных саппортов очень редко возникает в Зоте. И чаще всего тебе приходится играть на чем-то совершенно непрофильном. То, что он хочет просто погонять на ЦМ-очке каком-нибудь, на Леоне. Я понимаю, я понимаю. Действительно хочется вот на каких-то саппортах... Да сейчас даже, знаешь, вот на каких-то саппортах старой школы, когда они были там плюс-минус в Мете, там, Шедуш Роман какой-то, Вич Доктор, на них все равно вместо того, чтобы бегать по карте и сетапить какие-то киллы крутые, ты все равно на них должен просто фармить. Фармить, фармить, фармить. Потому что если ты не будешь фармить, фармит твой враг, ты киллы не находишь, и ты потом потеряешься. Попытка здесь подцепить как-то фака, хукшот мимо, и, кажется, здесь вот не получается файта. Мне кажется, что Дэм ошибся с покупкой Блэйдмейла. Мы видели, как играют кунки с позиции 3, когда приходится иметь дело со Штормом, с паком, с какими-то такими героями. Ты просто берешь оркид первым слотом и пытаешься найти какие-то игровые ситуации, где ты его сможешь напрячь. Тем более, даже если ты за первые 10 минут не нашел с этим оркидом никакого килла, все равно это потенциально какой-то вот... Это может заставить пака задуматься о покупке Юла, можно где-то там саппорта подцепить, в того же боксе кинуть. Оркид, банально, да? Не фокусить его даже, но просто чтобы он не нажал там сноубол свой, не подсейвил героя. Я бы отметила еще в дополнение, что в этом драфте и так не слишком много контроля, которым именно пака можно закрывать, и лишний оркид здесь точно был бы к месту. Кстати, кстати, да, вот клоуда идут искать оппонента, и, наверное, получится сейчас у них найти хороший байт. Ну опять, вышка рядом, могут туда прилететь. Его даже ставить не будут, это все, это мертвец, бросает его ликвид и говорит, давай, бро. Медас и в КД все хорош, мы дальше качаться. Но все остальные у нас находятся на другой части карты, только в боксе, который рядом стоял, еще через тюнгейт успел улететь на другую половину к остальным. Ну видишь, что Ниша уже делает, вот просто стоит под Т2, начинает бить тавер, харасит его. Блиндагер есть, он уже стал очень живучим, благодаря этому предмету. Кубышку вправляет клоуда у нас фарм, сейчас посмотрим, кому шар достанется. Можно уже задумываться, наверное, о каком-то... Вот да, вот Рошан, я так хотел сказать. С одной стороны у тебя есть клоквер, который может ворваться, да, в Рошпит, а с другой стороны Нага. И вот очень опасно заходить без какого-то предварительного прикова, да, без какой-то драки, которую ты в свою очередь проворачиваешь. Это очень опасно, потому что враг может контроинициировать, ты вообще прям контроль карты отдашь моментально, там, проиграв тимфайт, поддав Аегис. Лигер не захотят забирать Рошана на своей стороне, на стороне силы тьмы, пока Т1 вышку там снесут слишком, может, быстро там, может, с байбеков вернуться с саппортом, или, может, даже коргероем. Но все равно они там проходят мимо Рошпита, постоянно смотрят, может, кто-то зашел его бить. И появляется БКБ у Думы, одновременно с этим Кулуда разбивает новый Смоук. У них снова есть СПЛы в наличии, еще я смотрю на то, что у нас Пайп появился на Акунке. Это должно помочь им впитывать урон, который пока что наносит ПАК. Но с остальных точек зрения не сказать, что здесь очень много магдэмэджа. Ну, Пайп, видишь, он всегда от чего-то тебя защищает, лишним не бывает. Лишний барьер лишним не будет. Это правда, там соперник магический урон находит всегда, прям однотипные физ ДПС драфты, они крайне... Бокси на Варде сейчас может спалить Смоук и видит Фишмана на Варде, но Фишман уже успел ворваться, закрыть Бокси. Но Бокси просто прожимает сноубол и попадает под кучу станов. Стянул на себя кучу внимания, заревилил, по сути, атаку команды Cloud9. И будет ли это стоить, правда, Рошана сейчас вопрос? Пиков есть, как ты говорил. Ну, такой дешевый достаточно, 24 секунды не будет боксить. У Наги на месте, у Наги сон есть. Вроде выглядит так, что контестить можно. И там на миде что-то происходит, на миде куча телепортов полетела, а здесь пак. Ой, вот это хороший килл. И сделал классный килл. Молодец, Катаоми показал свой дайгер сейчас, отличная работа. От четвертой позиции команды Cloud9. Близко очень к Рошану, конечно, игроки Ц9, но я не думаю, что они захотят прям так сильно рисковать. Да вот что-то хотят, но понимают, что маловато сделано. То, что они все заселепились на мид, пока они добегут до Рошана, там уже большая часть респауна пройдет. У паку он опять зареспится, будет готов подраться. Кнопки они никакие из Ликвидов не выбили. И это самое опасное, потому что у них есть и Дрим Койл, и Айв Душторм, и Сон Наги, и Дум. Их так-то можно и спокойно накрыть. И я вижу то, что Ликвид к этому готовится. Ликвид готовы разбить Смог. Нужно теперь подтянуть сюда Инсению и Микки и попробовать обойти соперника. Не сказать, что у Кулдов здесь какой-то... Они, подожди, они Смог разбили на Варте, что ли, получается? Я вижу там под Т1 Душкой Варте. Как же их тут видно? Смотри, на Нуна могут напасть. Там же Дагира есть возможность ворваться. Микки пошел. Использует Мику, пока живет. Дум пошел на Кунку. Очень хорошая цель и Сон для контр-инициации. Очень круто Ликвид. Вокс не выжил. И сейчас может еще очень много грязи поделать. ТМ может раскастоваться в теории, но на него садится пак. Это уже минус Кунка. Тут надо обязательно выкупаться. Разор получает стан. Очень тяжело подраться. Нун пока что еще сейвится к Таоми. Но после того, как баф закончится, его можно пробивать. И Микки с ним справляется шутя. После этого драку можно считать законченной. Кунка, правда, потратила свой байбэк. Попробует, может быть, еще что-то нажать. На него есть крабль. Но нет больше дэмэджа без снайпера в достаточном количестве. Лину уже поставлять не хочется. Тем более у него лоу мана. Ну как-то... Очень плохо прям получилось. Вот этот вард хитрый. Не знаю, кто его там из лидеров поставил. Не снайпера нашли первым же делом. То есть мы с тобой обсуждали, что в драфсе команды Ликвид не очень понятно, в кого к лудам хочется врываться. А вот как раз Ликвидом прекрасно здесь должно быть ясно. Ну драка так разделилась. Ну вот прям лучшей ситуации для команды Ликвид ну просто не представить. Дум в Кунку. Он прокаст не выдал. Нунечка напали. Он тоже там особо как-то ничего не смог сделать. Нага крутой сонажала. Ай-яй-яй-яй-яй. Возможно, стоило Нуну после того, как он пику прожимал отступать пытаться. Но Буху удраться закончилось все не самым лучшим образом. Ну видишь, да. Нага в льтое тоже поймала. Героев там перегруппироваться, отступить было сложно. Так он просто до этого момента в боксе стрелял, пока Нага в льтое не поймала. Бокси в итоге добить не успел. У Наги еще и даггер появляется. С этим даггером она просто допрыгнет прямо в центр файта, усыпит героев и там позицию свою найдут. И Разор, и Дум найдут героев. Вот напокупали клоуда. Глипниров, а БКБ них нет. Глипниров, Форстафов, Пик всяких разных. И вроде бы не придраться, как бы, да. Ну вроде бы хороший базовый билд. Но не то, чтобы он прям как-то сильно спасал от этой ситуации. Ну может в позиции какой-то хорошей клоуда действительно смогут повоевать. Ну а что тебя спасет от Наги с даггером? Только заблаговременно прожатая БКБ, потому что ты ее можешь не успеть заранее увидеть подходящую, пока она сидит день в кустах со своим готовым уже сном к нажатию. Знаешь, вот даже после того, как Нага нажмет вот свою ульту, и если ты БКБ не нажмешь и уснешь, ты можешь вот после сна активировать БКБ моментально. Если тебя не успеет засон как-то стапить, так что ты не выйдешь. Да, есть такой момент, но в момент активации думы ты тоже можешь его нажать. Все в этом плане, как бы, дум немножко по-другому сейчас работает. Не как раньше, да? Если ты дум кинул, то все, как бы, герой уже скорее всего погиб. А тут сейчас можно по-разному все это размикрить, придумать. Ну локальная драка оказалась за ликвидами. Самое, наверное, неприятное во всей этой ситуации то, что Кунка потратил байбэк и очень-очень сильно просил по натворцу относительно думы, который фармит с Девауэром, с Мидасом. У него еще там, если я не ошибаюсь, философский камень в инвентаре. То есть 33-й огромную разницу на натворцу делает. Ну, Мидаса у него нет в данный момент, но он его купит, друзья, не переживайте. Это фишка такая, да. Дум, несмотря на парочку досадных смертей, вообще не остается от Мики, который у нас уже довольно долгое время находится на первой строчке по натворцу. И да, у нас ни у Снайпера, ни у Лины пока нет бутинбара. И это большая проблема, потому что у ликвид... А момент опасный. А смотри, а может они попробуют подраться? Ну, если фишман успеет заюзать хук, ну как же вот поздно все это. Ой, ну не успевают они. Рошана забирают ровно в тот момент, когда клоуда подошли. И будто бы развернуться уже не успевает. Нага сразу же отступает по фишмана. Мики идет вперед, готов... Форсит по КБ. Ну, как-то тут Мики без Аегиста пошел сразу на фронтбрейн. Да, Мики без Аегиста, но на Снайпера нападает. Он ловит колденбрейс. Много времени выигрывает. Нападает на Лину. Дум в Лину полетел. Размен пока что четверки на кэрри. Он закончится. ХП у него минус. Ой, молодцы, Клаутнайм. Ну, а минус Аегист, минус еще три героя. Получается, в этой драке очень хорошо все разрулись. Получится ли Пака второй раз забрать? Кажется, что уже нет. Подожди, подожди. Есть Глейбир на Иксмарк. Он не смог Ниша задоджить этот прокаст. Попытается уйти сейчас. Использует даггер. Есть пика. Ниша отступает. Арбую еще использует. Вассану нужно быть осторожным, потому что у него у самого... Мало хитпоинтов. Дум напрыгивает. Дает Инфернал Блэйд. Три за третий может забрать здесь вражеского кэрри. И тут уже не факт, что луна как-то вырвутся. И ДМа можно заковырять, попробовать. Правда, у Ниша очень мало хп. Он тут может от рандомного сплэша погибнуть. Решили его отпустить. Но вот на последних хп, на последних героях получилось хоть какой-то ответ дать у Ликвид. Но факт остается фактом. Они остались без Рошана, без Аегиса. Микки тут очень уж серьезно ворвался. У Нунтика дабл дэмэдж был. Ты посмотри, как он сейчас пошел в снайпер с этим амплифай дэмэджером. Получил очень много полицию. БКБ уже нажал. Значит, надо вгрызаться. Ты же не можешь нажать БКБ и убегать. Это неправильное решение. В принципе, он хорошо, мне кажется, все сделал. Найтпол, а Кастайка с тобой бы, возможно, не согласился. Найтпол, он хоть над ним и подшучивают. Но не сказать, что он прям всегда ошибается, когда нажимает БКБ. Порой он очень хорошо читает эти ситуации. Вот там просто, наверное, ребята из ББ, они самое неприятное, потому что они слишком часто оказываются в таких моментах, когда все, что можно сделать, это БКБ-тапаут. Да, это тут... К команде тоже вопросики есть. Но тут отвратительную просто для себя драку перевернули. Я бы даже, наверное, сказал хорошую. Знаешь. Потому что в итоге ниша выжил, 33-й выжил. И приму с Абанетурсу выросла. Да, 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 уже 4 тысячи. Уже 4 тысячи. Так что, действительно, ситуация не из лучших сложилась для клоудов. Но из-за плюсов для них, этот файт показал то, что урона у них хватает. Драться можно. Только с паком тяжело. Вот катастрофически не хватает пока контроля. Ну, слушай, вот не будь у него эгиды, это была бы 100% выигранная драка для клоудов. То есть, что это нам говорит? Что в ближайшее время, если клоуда находит какой-то файт похожий, то они его точно выиграют. То они его точно выиграют. Там появился лотус у Куки. Это такая хорошая возможность. Попытаться сыграть в опережение 33-го, повесить лотус прямо во время каста. Он еще и текст планирует себе. И это будет серьезный вопрос, как это решать для пака того же самого. Потому что такой контроль уже ультимативно может решить исход драки. И инсцени у нас пока по фарму видим то, что продолжает качать кучу шмоток. И мы знаем то, что одна из больших опасностей Наги на саппорте, то что она становится довольно серьезным соперником в лейте. Как мы видели такую полу-карри эмирану от команды Фелконс сегодня. Так и то же самое сегодня можно повторить и ликвит. И ну, продолжает фармить себе БКБ. Остается ему сотка золота до появления этого слота. И с Букинбаром, я думаю, что как раз по твоему плану из-за граютку, да? Попробуют навязать драку. Должны были они почувствовать уверенность после этого файта. Но есть от ниши атака только в ответ. Он нажал Дрюм Койл, Фишман просто ушел из-под него. И может быть даже и погибнет, но уже очень дорогой фраг получается для команды Ликвид, на который можно и ответ попробовать. Лотос, Колден Брейс, если что, будет прожат. Выживает здесь Фишман. Линкенсфера появляется у Розора. Это из-за того, что последние драки его убили курсой. И он понял, что это куда-то теперь уже становится. Интересно. Его поймали в курсу на лоу ХП, когда он уже пытался выйти после того, как БКБ закончилось. Там ХП-200 было. Слушай, а вот такой вопрос к нашим мапсерверам. А что кто-нибудь покупает? У него 10 личных творцов, а не может ли он выйти в какой-то ДПС-билд? Аганим купить? Ну да, аганим, может быть, вичбилд. А он так и делает. Смотри, у него даггер, фурстав. У него там нейтралка еще. Повезло ему, выпал дробер. Лучше нейтралка до конца игры можно ее держать. Ну да, там Define Shell тоже неплохая шмотка. Там статы дает какие-никакие приятные. Ну вот, и потенциально. Это же третий Core Range для Разора, так сказать, задачка тяжелая. Но пока он будет собирать Core Build, для него все равно будет оставаться трудностью то, что ХП мало, выживаемости нет, артефактов на выживаемости. Хотя он там лотар, по-моему, тарит, и это может помочь. Китров в Golden Race кто-нибудь себя прячет. Дэмон достается шарт. Хороший, хороший шарт у Кунки. Правда, Клок пока, я так поняла, от шарда уклоняется. Предыдущий достался Фишману. Ты покупать не хочешь вот этот шарт на Клоке. То есть он вроде бы прикольный, хороший, но тратит на него там 1400 золота, когда тебе можно лотус, доллар. Ну да, 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 то есть с фармом, конечно, у Фишмана проблемы, но при этом у бокса тоже как-то прям игра совсем не создалась. Посмотри, 5200 всего лишь у него, хотя его команда вроде бы как впереди. Он очень часто умирает за кого-то. 0,5, да. То есть там нападают, например, на А33, он умирает за него, нападают на нишу, он пытается умереть за него. И такие ситуации случались раз за разом. И он все время, вместо того, чтобы качать карту, стоит фронтлейном перед каким-то кором, чтобы в случае чего ему помочь. И я подозреваю, что причина его маленького нетерса именно в этом. Фишман тоже постоянно скаутит карту, что-то куда-то ходит, варды какие-то глубокие ставят. И сейчас наткнулся на 33-го, но здесь оказалось неудача от 33-го. Слишком много игроков команды Cloud9, и мог он здесь не получить. Как-то вот подфорсить сейчас драку, вот пока на КТ Блокинг Бар, действительно у Лины тоже ПКБ появляет. Лина Хекс теперь приобретает, чувствует, ребята, недостаток. Она пока думает, пока еще. Понял, понял. Ну, Хекс, в принципе, то нужен, потому что недостаток контроля на ПК, он ощущается. Но и выживать тоже надо. И Линка здесь тот предмет, который заставит Думы попотеть, прежде чем свою ульту нажать, лишний раз подумать и Микки, кидать ли вот эту привязку, поводок на него. В общем, тоже хороший слот, как бы своих денег стоит. И смотрим за тем, как Cloud9 все-таки нажимают смоук и пробуют обойти спину соперника, которого они видят, напушит и один вышки. Успеет ли Ликвид разбежаться? Вот это тот вопрос, который сейчас будет задом. Сочные киллы, если нишу удастся забрать. Но сон. Они все знают. Стояния читают этот момент, врывается еще и вперед, хочет засетапить драку. Глейпнер ловит, есть хукшот и Сеню должны... Он что-то, по-моему, переоценил немножечко. Мне кажется, что он заколил драку, он все прочитал, заколил драку, но остальные сказали, да не, ну давай не будем. И получилось так, что остальные разбегались, а он в них ворвался. Потому что уходить они могли все спокойно и без этого мува. Она тоже, да, такой фраг, он... Ну, это выбитый сон. Окей. То есть можно еще один сон разбить. Знаешь, я уже могу тебе сказать, что мы эту карту должны с тобой рассматривать в проекции какого-то сильного, такого глубокого лейтгейма, потому что 33-я минута, все эти два вышки стоят, это значит, что раньше 50-й минуты, мне кажется, это не закончится. А кто-то не раз в таком исходе? Не-не-не, просто к тому, что все вот эти фраги, какие маленькие, да, там где-то наг умерла, где-то клок умер, это в принципе ничего не меняет абсолютно. Очень приятно будет посмотреть на застежную карту. У нас таких не хватает пока что в Play of the International. Согласен, да, пока что у нас команды побеждали легко. Это такая, все же трудно контестить Рошана с баннером, если забрала его команду, которая уже серьезный лид. Смотри, вот сейчас может быть драка хорошая для Cloud9. Катаоми должен спалить этот смок. А он в инвизе еще. Но его цепляют, хороший блинкаут от Катаоми, плюс на Форстафе уходит. Он его заревилил, красавчик. И выходит здесь. Получится ли как-то ответить? Получится ли самим навязать драку Cloud9? Здесь позиция не самая удачная, потому что на горке находится соперник. ДТ у снайпера тут можно попробовать? Да, да, снайпер пока что на лограунде, но теперь ему дают наступить на горку. У Микки проблемы с лицом. Под БКБ он теряет 2 трети хп. 3 за 3 с ней пытается найти цель для своего дума. И в кого-то его даже скастовало. Это снайпера под БКБ с этим думом спокойно отходит назад, переживет этот спелл, и можно будет развернуться и напасть вторым темпом, потому что только сейчас туда подходит Ватсон. Разменялись способностями. Да ничего не потратили Клоуда. У них все есть. Корабль на месте. Они сильнее определенно. Они сильнее сейчас определенно. Ликвид это понимают. Просто по карте разбегутся. Не будут встревать в эти драки непонятные. Но здесь уже задача саппортов команды Клоуд Найн найти какой-то момент где-то подкараулить. Они обязаны это сделать, потому что Рошан на носу минуту дополнительного таймера до второго Роша остается. Вот, есть курса, есть танчик, и ниша допускает ошибку. Как же Катаон и хорош. Игру жизни играет сейчас. Очень крутое исполнение на Виверне, которая сейчас далеко не самый популярный герой в нынешнем месте. Только, по сути, Клоуд Найн с ней играют. И получается забрать Т2-вышку. Может быть, даже Т3 потрогают. Потому что 76 минут нет пака. Это байбэ, который можно выбить. Секунду. Прошу прощения. Да, 76 минут — это очень много. Т3 падает? Там хоккшот. Есть паразоро. Это очень сочный килл. У него нет БКБ. Он его тратил в той драке, которая у нас была около стороны силы света. Вот это халява для ребят. И теперь можно разворачиваться на Рошана или побить ХГ. ХГ, наверное, надо бить. Т2-вышки везде стоят. И возможность сломать первую сторону Буддис. Сейчас Нага иллюзиями пытается скипнуть пачку, но им не хватит стойкости. Они сканили эту пачку как раз для того, чтобы понять, кто-то пытается ее скипнуть или нет. И Нага пыталась своими иллюзиями увести крипов подальше от линии, чтобы бэкдор все-таки включился. Но нет, придется отдавать эту сторону, потому что и пак и разорвание. Это что такое? Ну... Да нет, ну нет, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Они точно не успеют. Но у них есть корабль. У них есть БКБ 9-секундная на линии. Почему бы и не попробовать подраться здесь и сейчас? А правда ведь разорра 40 секунд не будет. Но байбэк у него есть, придется нажимать. Так, 33-й попытается тянуть время, чтобы хотя бы и Пака не заставлять нажимать кнопку Потрачен на БКБ, стон от Наги есть Важнейшие кнопки тратятся сейчас для того, чтобы потянуть время Нажимается байбэк от Микки Микки врывается вперед, БКБ у него откатился, он его нажимает Ватсон под БКБ пытается разорвать дистанцию от этого поводка Очень много дэмэджа из него выкачивается, до сих пор не порвался он только сейчас И там уже дэмэджа 300, мне кажется, у Микки должно быть с руки Еще и Дум повесили на него Ой-ой-ой-ой-ой, начинает сыпаться при этом все у команды Ликвид Два байбэка из саппорта, выбивается, но погибает Ватсон Без Ватсона он продолжать эту драку не хочет Но он очень борется до конца, пытается забрать Микки, может хватить ему урон и выживает Рейзер Вот надо было им втронуться Да слушай, они нормально все сделали на самом деле Они выбили кучу баев, три игрока команды Ликвид выкупило здесь Три игрока команды Ликвид Не могу не согласиться И что потеряли ребята из Cloud9? Да, потеряли о двухкорах, да, это деньги Вот если они не отдадут Рошана сейчас, они сделали 100% правильное действие Я на месте Ликвид побежал бы прямо сейчас Рошу забирать Надо пробовать, конечно, конечно, надо пробовать Эти два героя, которые сейчас отсутствуют у Cloud9, они сейчас не дают ни единого шанса Лудам подраться Ну какая же крутая курса была от Каталона Посмотри, проказ прям Кунки туда полетел, отзонили Ватсона он смог помочь своей команде, надеялся, что выживет, но 33 таких не отпускает Там очень круто все разыграли именно по Ватсу, то, что сбили с него всю возможность защищаться, заставили его убегать, но при этом все у Микки такой муспит, что он очень долгое время на равных бежал с этой лидной и не получалось разорвать статик А может быть Дмитрий Полищук мастер-класс нам покажет сейчас? Где Дмитрий Полищук? Я уже вижу, Дмитрий там хочет что-то... Не, ладно, не стал Но мог сыграть, попробовать фишмана в этой ситуации, выйти в гейт, понадеяться, что там нет варда, может быть Решил подпушивать линии, чтобы выиграть время в дальнейшем Как бы это было красиво, как бы это было красиво? Сейчас редко пытаются красть Рошан, я заметила Ну, когда позиция есть, можно попробовать Там была игра такая между героями, кажется, и Авророй Там на второй карте Ларинов ворвался на тимбере и благодаря вот именно своему врыву, по сути, выиграл карту И потом они еще и на третий камбэкнули То есть вот это действие одно от мидера команды Арора, оно, возможно, даже решило исход этого противостояния Вот такое даже бывает у нас на Интернешнале Ну что, отдали второго Рошана, 39 минут уже команды играют Игра переходит плавненько в лейт-стадию Cloud9 не особо переживают, они уже увидели, что в каком-то плюс-минус открытом противостоянии они могут нормально давать кнопки и оппонент своего переигрывать, безусловно Окей, 5 минут по фарме подождем Очень равная игра, очень равная игра и многое зависит от того, как полетят кнопки, что у той команды, что у другой И если получится оставить снайперов живых, отзонить его от всех бед, которые могут на него навалиться Если жива будет Лина, то видится так, что перебивать они ликвиспособны и выигрывать эту карту тоже Самое главное, это то, что Cloud9 должны попытаться напасть в стапов Дэм, получил по степе Дум А как-то отмазать, отмазать его всякими форстапами Он бежит оттуда, получается разорвать дистанцию, фишмана в итоге подставляют и фишмана на себя все внимание стягивает Хорошая работа от Cloud9 Там есть рефрешер у Дума, он уже, кажется, его поражал, у него есть еще одна ульта Да Но все видно, все видно команде Cloud9, они понимают, чем дело пахнет и отступят на ХГ Так что больше смерти не будет Но тут лавышки можно уже и отдавать на такой стадии игры Несильной ценности не представляют Ну разве что не дают сторону сломать Вот 6-секундный БКБ уже у Мики, столько раз его нажал Вот это может и сильно повлиять, потому что у Кунки всегда фракаст опасен Гадости, которые Виверна может хитреть Кто он хочет найти? Какой-то килл, смотри, хитрец какой Там центре обратно Курсал, у него на готове, видишься, кто сам ворвался Не дотянулся Форстафом, Глеммер был использован Ну развел на Дримкоил Дримкоил, конечно же, да Шадо Блейд был использован, остался в живых к Таоме Но дефают из всех сил Cloud9 свою вышку, не хотят ее даже вчетвером отдавать В целом это получается, потому что скоро ресниц Фишмана и можно попробовать атаковать Не знаю, насколько есть желание драться в Аегис, который в этот раз у Разора Но все кнопки есть, что курса, что корабль Почему бы ее не попробовать нажать? Так, ставится пауза у нас Как раз есть возможность немножечко перевести дыхание, посмотреть Аганим на Катаоме ждем Ждем, ждем, посмотреть, какие вообще артефакты еще могут появиться У кого? У Ватсона фармится линкенсфера Именно на этом предмете он установился Думаю, тяжело будет давать Видишь, что тут у 33-го какая игра непростая Есть Lotus, есть линка на линии, можно сказать, что уже есть Линка у снайпера готовится, хотя ему долго еще, конечно, фармить Его задача вообще за два экрана от файта находиться, желательно И не быть первой целью В первую очередь хочется Лину закрывать И вот Лина у нас занимается вопросом того, чтобы это было сделать сложно Микки тоже фармит, что он там, Акторин фармит или что? Рефрешер должен быть для Разора Акторин у 33-го Да, хороший очень предмет для Разора Он такой кэрри, которому, знаешь, не требуется 5 слотов на урон каких-то Ему нужна выживаемость, возможность нажать 2 БКБ 2 раунда скиллов своих проюзок в кеймпайте Я думала, что он о рефрешере задумается Посмотрим, посмотрим Бокс здесь, в смаках видит, как оппонент забирает Торментера Клауднайм перегруппируется Все-таки еще 2 минутки хотят они потерпеть Да, вот встревать в драку против Эгиды Особого желания нет Надо подождать, не отдать каких-то героев Ну, а Ликвид, естественно, наоборот Наоборот хотят найти какой-то файл И так что-то портится Я вижу то, что Дум прыгнул И Дум получил Липнир На этом все закончилось Опять, техника бесконтактного боя от Клауднайм позволяет им Уйти живыми А Ликвид молодцы, тоже не зажимаются Ага, рефрешер Появляется у Розора Стараются на вражеской территории играть Тоже, пока есть Эгиды все-таки Должны они немножечко посмелее действовать Рефрешера очень сильно Розора Когда ты последний раз брошку видела? Вообще хоть на ком-то? Мне кажется, что когда Виверна была медовой Вот этот небольшой участок меды Я помню, как открыл англоязычную трансляцию И видел, как там с какого-то старого турнира Ами на Фантомке одним ножом убил Террор Блейда Это, кажется, был Мункуши С брошкой, да? Да, да, да Это какая-то очень лейтовая игра Он там выдал крит в 3500 с этой брошкой А помнишь еще паки с брошкой? Ну, это тоже старая брошка была? Это все старая мета, да Когда это работало, тоже и Фантомка Это часто брали с брошкой Но сейчас этот артефакт как будто прям забыт всеми И вот Катаоми нам покажет, на что этот итем способен Хотя у нас не раз всплывали разговоры о брошке Когда фармились всякие Ами Кто там у нас еще на Муэрте играл? У нас было несколько команд, которые с Муэрте играли И все время вспоминали про эту брошку Но в итоге и без нее обходилось все Муэрте, я думаю, что мы тоже довольно редко будем визить в остатке Интернешнл Не самый популярный герой На вражеском Вижене сейчас будут пытаться драться Клауд Найн Дивардит его в первую очередь, чтобы было чуть-чуть попроще Ну смотри, там еще есть один апсервер, который едва ли получится так просто сбить Его просто не прочитать А нет, есть-есть-есть Сентряк, который достает до него все хорошо Там, если дальше в уголочек пихать Сентряк, то до него Сентрис не достает Точнее, если апсервер встать туда С кемом, да, тоже можно пройтись про Дивардит Аганиму Клокверк, это очень тоже хороший артефакт Который позволяет кучу Вижена получить Тимфайт, ты постоянно тебе ракетки куда-то кидаешь Они дают четкое понимание тебе, где находится оппонент Всегда можно занять хорошую позицию Я думаю, что он может и до Аганима доковыряться Все-таки рано или поздно по деньгам Все-таки мы говорим о том, что у нас карта долгая будет А с Аганимом еще веселее эти ракетки кидать Ну, у него уже есть Аганима А, у него уже есть Аганима? Да, да, он уже приобрел Да, он уже приобрел за 45 минут Фишман на фарме, молодец У него еще и шарт был с последнего Торментера Так что теперь у него весь набор есть В полной боевой готовности Фишман И 25-й левел у Ниши Теперь его Dream Coil проходит через иммунитет к магии Тут уже серьезный пак Тут уже не только Разор какой-то делать импакт будет Но и Ниша прям очень опасный Опасный оппонент для команды Cloud9 И очень неприятно будет Если в этот Койл встанут там 2-3 героя Они же не смогут его разорвать Придется с этим Разором, так сказать Лоб в лоб драться Но это потенциальный Виндвейкер, чтобы разрывать Dream Coil Еще одного Торментера Ликвид забирает У нас последние, наверное, минут 10 на карте особо ничего не происходит Все качаются, все уверены в своем лейте Но мне кажется, что клоудам следовало бы немножко поторопиться Хотя тут-то плюс считают, что все шансы на победу у парней из C9 65, да? Я думаю, что есть смысл с ним согласиться Потому что рейнш-коры качаются И против рейнш-коров всегда очень сложно заходить на ХГ И если Cloud9 не допустит серьезную ошибку То просто дождаться противника, который придет к ним сам, убить его И пойти сломать трон, выглядит как хороший план Но видим то, что Ликвид предусхищает такой момент Они без Рошана никуда не пойдут До Рошана они могут ждать, сколько понадобится Ниша пока Аганим себе тарит Это будет один из тех паков, который в демках-мувиках делает рампаги в соло Я думаю, с демажем в сурье очень большим Тут интересная развязка будет, я это уже чувствую Что так просто ни одна из команд тут не сдастся Не произойдет такого, что Cloud9 придут, легко выиграют файт Или Liquid придут, легко выиграют файт Скорее всего, у всех будут байбэки И нас ждет что-то прям грандиозное в ближайшее время И как раз третий Рошан заспавнится Возможно, через 30 секунд это будет Та точка, где может произойти файт ДМ выходит вперед на X-марке Не боится, Lotus вешает в себя, чтобы вдруг его там чем-то не подцепили Ага, это был сноубол в Lotus И ДМ сейчас получит Doom по лицу Переиграл и уничтожил Но ДМ выходит из драки, кстати Проблем здесь гораздо больше может быть у Пака Который оказался не в то время, не в том месте Но еще поймали, нашли его Его можно попробовать убить, пока он находится под действием ультимейта Doom И да, это выходит сделать Убивают из него байбэк У Фишмана большие проблемы, погибает ДМ И как же все поплыло у Cloud9 в этой драке Здесь лучше дальше не драться Но они обязаны, мне кажется, попытаться найти какой-то файт Они обязаны найти какой-то файт Потому что Doom'ов нет, Dreamcoil'а нет И если они сейчас ничего не смогут сделать Это будет 100% выигранный макро-момент для Liquid И ничего не находят Полетела пуля, подцепила 33-го 33-й Глебнер ловит Инсейне нажимает сон Может ворваться вперед, чтобы контр-инициировать А у него блинки на колдауне? БКБ от Ватсона Ватсон пытается... Хороший хук-шот Пакс врывается в спину Пытается напрячь Нунчика Но очень много дэмэджа получает Инсейне забирает Есть хороший фраг Микки борется до конца Получает курсус И тапят килл этот Катаоми Должен быть фраг и здесь Но врывается 33-й Дает свои скиллы У Лины большие проблемы Но Лина из последних сил делает еще один фраг Ватсон ловит Cold Embrace Пока что живет Массовые байбэки здесь у нас Что произойдет здесь? 33-й Пока еще практически фулловый Готов драться с Ватсоном Но и Ватсон живой Ватсон отбивается Ватсон делает еще один килл Вместе с Нуном И у 33-го проблемы Он хотел пробить Катаоми Катаоми просто себя закидывает в Cold Embrace Очень лоу Ватсон Очень лоу фишмен ДМ смывает отсюда нагу подальше И из байбэка погибает Нун Самое страшное Его не будет на карте 120 секунд За ДМом также погоня Он тоже у нас байбэкался Поэтому ему не забровать Два героя погибли без байбэка Ниша показал мастер-класс Выкупается Катаоми Выкупается Ватсон Для того, чтобы отпушить линии Но Ликвидам уже некуда торопиться Они гарантировали себе Третьего Рошана Пришлось, конечно, выкупиться разо А слушай, и Пакта кто-то тоже выкупил Слушай, а может Ликвид в трон прям захотят? Я думаю, что могут захотеть С учетом того, что они потратили байбэки На своих основных персонажах Они знают, что точно не будет снайпера Они знают, что точно не будет кунки Почему бы и не попробовать? Главное сейчас Не тратить глиф на бараки И на Т3-вышку Надо ставить на Т4 трон Конечно, конечно Какая-то может курса шайная залетит Но у них еще есть пришный один глиф Который нужно нажать до того, как упадет барак Они не будут бить бараки Ну разумеется, они не будут бить бараки Так, и как-то надо защищаться Я даже не знаю А ты думаешь, они успели снизить за минуту? А почему нет? Там больше даже времени 33-й врывается Отзонивает соперник И глиф прожимается Ватсон Теперь надо просто идти до конца Ликвид готовы ломать трон прямо сейчас Получится ли отбиться у Ватсона с двумя саппортами? Придется Придется здесь драться Я думаю, что игроки в Лу-9 прекрасно это понимают И очень сложно Нужно любыми способами потянуть время И это очень сложно Половина трона остается Фишман дерется с 33-м Пытается отзонить просто от трона Чтобы не давать никому и тычки сделать Ватсон оказывается под ударом На него нападают Он уходит на фонтан Но трон-то продолжает гореть Синни его бьет Ниша его бьет Бокси бьет И слон от Наги Можно просто под слом убить И Клауда понимает То, что шансов за Дэксона нет Они уже сдались Они уже гибли Как же Клауда были близки к победе на этой карте У них был хороший пик Немножко не получилось Но Ликвид опытная очень команда Хорошо отыгрывает в макро И не разочаровали они своих фанатов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok